За 9 месяцев года Агропром получил 459 миллионов рублей чистой прибыли, а рентабельность продаж составила почти 18%, рассказал министр. Этот факт Дмитрий Карельский подкрепил цифрами. Производство молочной продукции в сельхозорганизациях вырастет к концу года почти на 6%, что в 4 раза выше, чем в среднем по стране. Производство товарного яйца увеличится на 54%, благодаря вводу в эксплуатацию котловской птицефабрики. В регионе наметилась любопытная тенденция – поголовье скота снижается, а продуктивность растет. Сегодня насчитывается около 30 тысяч голов, и это меньше, чем в прошлом году. Но к концу 2014-го будет произведено 80 тысяч тонн молока, а вместе с фермерскими хозяйствами – почти 115 тысяч тонн. Повторимся – это на 6% больше показателей годовой давности. Так что впервые за много лет ситуация с молочкой у нас лучше даже, чем в Вологодской области. Министр объясняет этот факт просто. С 2012 года был сознательно выбран курс на выбраковку непродуктивных животных. Теперь одна корова дает в среднем 5800 килограммов молока в год, что на 11% больше прежних показателей. Получается, даже снижая поголовье, сельхозпредприятия «Поморья» получают государственную поддержку в виде субсидий на производство молочной продукции. Отвечая на вопрос журналистов о том, почему субсидии из областного бюджета направляются в первую очередь в молочную отрасль, а не на развитие, например, мясного животноводства, Дмитрий Карельский отметил, что производство мясной продукции на территории Архангельской области не конкурентно способно. В силу географического положения региона, высоких тарифов на энергоносители, особенности логистики. Поэтому мы ориентируемся на ту сферу, которая является локомотивом регионального агропрома, заметил министр. 8 декабря к нам в область приедет министр сельского хозяйства Российской Федерации Николай Федоров, который проведет расширенное заседание по вопросам развития «Поморья» молочного животноводства. Кстати, государственная поддержка селу оказывается не только за счет области. Практически такой же объем средств выделяется из федеральной казны, поэтому есть возможность субсидировать и другие виды сельхоздеятельности. Продолжение следует...